МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... 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 Ну, немножко еще подфармливает варды. Они, в принципе, пока что не считаются, потому что половину из них Фобос сам еще динает. Фобос не собирается отдавать ни пяди вообще земли, ни копейки команде NIP. Фобос тоже разозлился, как я понимаю, после последнего матча. Действительно, это важная игра для Asus Polar. Если эту катку вытащить, то можно по морали просто задавить NIP. Коллектив молодой, коллектив свежий. Коллектив не часто проигрывал. Потому что только недавно собрался. И здесь забрать катку, которая у них уверенно пошла. А по лузер-брекет NIP идут без поражений. Я думаю, можно переломить ход этой встречи, дотащить до третьей игры. А там уже на опыте, а у игроков Asus Polar опыта хоть отнимай. Так, я чуть было не подумал, что маг где-то тут застрял в толпе игроков команды NIP. Силкид сюда выходит, и на руне можно подкараулить его. Где у нас маг? Маг занимается стаком Эншентов. Маг, в принципе, видит силки. Да, воет имеется в один вкачанный. Также ночь очень удачно для мага. Начинается ночь, забирает маг. Дабл дэмэдж, но здесь лимб. Лимб без дримкойла. Это очень хорошо. Пошел у нас торрент. Взлетает у нас лимб на торренте. Надо забирать его отсюда. Иллюзори Орп он не провязал. И лимба, скорее всего, здесь заберут. Да, это Фёстблад. Фёстблад от Фобоса. Наконец-то, наконец-то поперла команде Асус Полар. Кое-как, по чуть-чуть заковыряли, забросали шапками, чем только можно было. Но забрали этот Фёстблад. Первый фраг для команды Асус Полар. И первый фраг для Фобоса. У Фобоса по деньгам ситуация становится поприятнее. У него уже есть Транквил Буцы. У него есть Грейджиный Стик. Что у нас у лимба? У лимба... У лимба есть Боттл. У лимба есть Буц оф Спид. И есть Нул Талисман. Тоже, в принципе, под фарм он заряжен. К фарму готов. Что у нас по Крепстату у Эры? У Эры 35 на 13 счёт на данный момент. Есть ПТ, есть Таут Шилд. Есть Сейдж Маск. Ну, надо смотреть. Во-первых, Кунка, который непонятен был для меня со старта, теперь понятен более чем. Мак прилетает сюда на Силкида. Ну что, Силкид повардил. Здесь есть Кунка. Кунка на кресло нас садит. Силкида, Торрент и до свидания. Домой отправляется Силкид. Надо ещё один удар ему сделать. Да, Кунка забирает этот фраг. И Мак вместе с Кункой отправляют домой у нас игрока команды NIP. Здесь на лоу хп Бэтрайдер. Бэтрайдера загнали в собственный лес. Сюда бежит Мак. Мак Вижена пока что не имеет. Здесь один Войт надо дать. Надо просто увидеть этого вонючего Бэтрайдера. Мак его видит. Ну, 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 Мак. Один Войт и Бэтрайдер у нас отправляется в таверну. Хорош. Мак ещё один килл делает для своей команды. 3-0 счёт. Ну что NIP? Самое время, мне кажется, посыпаться. Хэнскин, который на Чене отыгрывал всю игру. И на этот раз Чена забанили. И пока что не всплывает. Видимо, Хэнскин не очень тренил других персонажей, кроме как Чена. Фобоса здесь ловят. Лимб здесь. Здесь Хэнскин. Ну, можно... Ой, Силкит можно попытаться уходить. Через Уллюзорию Орб Фобоса забирают. Здесь есть Мак. Мак зацепил у нас Веншфул Спирит. С руки наваливает ей. Пытается как-то заблочить своим телом Лимб. Ничего у него не получается. Ещё один килл от Мага. Маг отсюда убегает. Ночь. Маг может бегать. Войд. В Эншент Опарэйшн. Эншент Опарэйшн отваливается. В это время Сларк у нас забирает Бэтрайдера. Наконец-то. Наконец-то попёрло. 5-2 становится счёт на данный момент. Также у нас Сларк погибает. Но это уже после. Это уже вообще не считается. По экспириенсу нихрена Бэтрайдер у нас не вывез. И, возможно, не вывезет. У Бэтрайдера 270 на руках. У него Бутс оф спид. Пятый левел. Что у нас у Элитдана? У Элитдана седьмой левел. У него есть Хенд оф Мидас. У него Гловз оф Хейст. У него, короче говоря, не очень хорошо всё. Но, тем не менее, неплохо. На первом месте у нас Эра. Этот Гамнюк пока ещё не вступал в файт. У Эры пока по фарму всё прекрасно. 50 на 21. Ему прилетает Ринков Аквилла. У него есть Пауэртретс. Есть Таутшилд. Куча Танго. Квилл и Блейд. Ну, по фарму Эра, конечно, на первом месте неудивительно. Никто его вообще не трогает. Хотя пока Эру никто не трогает, у Элитдана на секундочку Нетворс выше. Вот вам и приехали. Эра стоял, фармил. Вообще не прикасался никому. Не выходил с Лайной никуда. Ни на кого не нападал. Ни на что не отвлекался. А по Нетворсу Элитдан его наклоняет. Ну и пускай так будет дальше. Я вообще не против. Выход от команды Асус Полар во Вражеский Лес. Я думаю, надо гонять их по всей карте. Иначе как выиграть игру против этих хитрожопых шведов, мне вообще непонятно. Фобос на миде. Фобос выфармливает пока что очень-очень прилично. Транквилл есть. Аквилл здесь тоже имеется. Хилинг Селф. Все в принципе есть. Мэджик Вонт есть на случай раскастовки пака. Ну можно попытаться забрать его сейчас. Утро. Утро-утро наступило. Значит, маг пока что становится бесполезным. У мага в 1 вкачан афир и в 2 воит. Пассивка тоже вкачана в 2. У мага пока что ульты не имеется. Фобос вардит все, что видит. Вардит вообще дальше даже, чем видит. 1100 на руках у него. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, поймали у нас Бэтрайдера. Здесь у нас под Инвизом или Дан. Шадоу Дэнс. Домой Бэтрайдер. Здесь у нас Эра. Эру посадили на крест. Будет Торрент. Торрент должен быть. Ну-ну-ну. Как-то надо цеплять Эру. Эра врывается сюда. У него есть Хелм оф Айрон Вилл. Но на дамагу толком ничего. Эра здесь. Торрент промазывает у нас Кунка. Еще один Даггер в спину. И Эра готовится прыгать. Но что здесь? Здесь Грейв, если что, у Лила есть. На подсейв все, в принципе, имеется. На Шадоу Вейв тоже маны хватает. Ну ничего. Кунка живой. Кунка отошел. 6-2 становится счет. Какой вы мне бой хотите показать? Показывают, как Сларк наклонял Бэтрайдера на сложную. На это можно действительно смотреть вечно. Эра выходит сюда. У Эры 250 на руках. Что у нас у Лила? Лил может отъехать от одного несчастного Даггера. Прыгает Эра на Лила. Лилу надо делать ТП-аут отсюда. Надо делать ТП-аут как можно быстрее. Да, в принципе, Башера пока что у Эры нет. И в ближайшее время, возможно, и не будет. Так, а здесь у нас здесь забрали Фобоса. Вышел Силкит на Веншфул Спирит. И забрали вместе с Лимпом Фобоса. 6-3 становится счет. Давайте глянем по графикам. Две с копейками в пользу Асус Полар. И по экспириенсу чуть-чуть, конечно, но команда Асус Полар впереди. Маг стоит у нас на сложной. У Мага пока все ровно. Правда, первая ночь прошла без вменяемых артефактов. Но у Урнов Шаддлс уже имеется. До Фейсбутсов осталось относительно немного. И Стаут Шилд, который в Ван Гвард превратится. И, конечно же, Маг смотрел, как играет Ваня Артстайл. Маг знает, что Артстайл Дота лучшая Дота Эва. Эра здесь уже. У Эры 700 на руках. У Эры Хелма Файронвилл. После него появится Мордип Маск. И Эра начнет дамажить чуть-чуть посерьезнее. Восьмой левел у него. Восьмой левел. И по Крипстату он на первом месте. 75 на 32. На втором месте Иллидан идет. Давайте глянем по Нетворсу. Что нам Крипстат? Иллидан выше по Нетворсу. Иллидан по Нетворсу на 1100 опережает Эру. Сларк может выформить гораздо больше. Правда, на данный момент. По артефактам на дамаг ничего толком нет. Здесь Хенд оф Мидас. Но фарм, а главное динамика, от которой зависит развитие в Доте, это уже нереальный плюс для команды Асус Полар. Фобол на миде с Поинт Бустером. Есть у него Аквила. И готовится выйти сразу же в Аганим. Сразу же. Нечего вообще ждать. Наклонять шведов по всем фронтам. Продолжение файта, я думаю, чуть-чуть попозже увидимся. Потому что Лимб подходит у нас за Тауэр. Лимб не готов сражаться на реке. Понятно, еще бы шведы с россиянами на реках не сражались после 17 века. Так, Ancient Operation у нас пока что ничего не имеет. Boots of Speed есть. У него и все. На этом хватит. У Бэтрайдера 2200 имеется. Боттл есть. Есть и есть Boots of Speed. До Даггера еще далековато. Это, в принципе, хорошо у Сларка. Как далеко до Даггера. Не знаю, как далеко до Даггера. Что-то Сларку летит. Или да, но летит Shadow Amulet. По-моему... Да, только Shadow Amulet. Пока что еще нет у него Клеймора. Поэтому ждем. Ждем, ждем, ждем появления Инвиза. Shadow Blade я имею в виду, конечно же. Так, Кунка у нас вардит. Кунка у нас Full Support. У него один обсерв и тапок. Больше ему ничего не надо. Так, здесь Торрент. На Торренте взлетает у нас Лимб. Но больше нечем туда ворваться. Ну, так просто. Напугал, проверил, из чего. Сделан пак. У Лимпа 1200 на руках на данный момент. Есть у него Power Threads. Есть у него Bottle. Имеется у него Нул Талисман. Ну, чуть-чуть для фарма. Но так же, как и у Бэтрайдера. До Даггера пока еще надо насобирать. Причем у Лимпа до Даггера гораздо дальше, чем у Бэтрайдера. Правда, Бэт у нас вообще голый. Почему Бэтрайдера оставили? Что хочет команда Asus Polar от того, что Бэтрайдер выформит ранний Даггер, мне не ясно. Где маг? Маг бегает на миде. В принципе, ночь на дворе можно биться. Почему драка не навязывается, тоже не ясно. Но тут по всем фронтам, в принципе, не подерешься. Кунка стоит здесь. У Кунки обалденный. Обалденная-обалденная позиция. Кунка у нас куда отправляется? Он отправляется на собственный фонтан. Не нашли его. Может быть, это и хорошо. Что драки здесь не было, потому что драться пока что нечем. У Элидана еще до заветного артефакта остается 130 по голде. А в это время НИП, хитрозады НИП выходят на Рошана. Втроем стоят пилят нашего каменного парня. Найт Сталкер уже бежит туда. Кунка бежит туда. Вижен у команды не имеется. Но они прекрасно понимают, что что-то здесь не так. Пошла ульта у нас от Дазла. Зацепили на торрент. Моментально разорвали у нас Ancient Operation. Здесь у нас Силкит. Дримскойл по троим. Под Ancient Operation-то ультой очень неприятно. Мак у нас живой. Под Сайленсом, но живой. Спасибо, что живой Мак. Иллидан врывается у нас в Эру. Эру сгрызают просто моментально. Силкит тоже у нас отправляется в таверну. Это минус 3. Даблкилл от саппорта Кунки. Выходит на Рошана команда Asus Polar. Я чувствую, НИП должны уже примерно понимать, в каком направлении отправит их скоро команда Asus Polar. Если, конечно же, не сглазит. Торрент у нас от Кунки. Торрент в никуда. Видел он приближение лимпа. И лимп стоит далековато. Сюда врывается Бэтрайдер. Цепляет Иллидана. Иллидан под Грейвом. Надо уходить отсюда через паунт, через все, что угодно. Не хватает маны на инвиз. Ну, переключи же ПТ, Иллидан. Переключи ПТ. Переключает ПТ. Не хватает маны на инвиз. Иллидан у нас рассыпается. В это время убивают у нас пака на миде. Разменяли Иллидана на одного пака. Четыре игрока команды Asus Polar живы. У четверых игроков команды NIP есть два ульта. На данный момент остальные все в КД. У команды Asus Polar ни одного ульта нет. Но есть, если что, подхил. Почти фуловые. Разве что Мак единственный просил немного по ХП. Но здесь в урне два заряда. Здесь есть Shadow Wave от Даззла. Можно будет, я думаю, сносить команду NIP. Но надо драться. Пока не откэдэшился у этой дряни ульт. Лассо еще 40 секунд не будет. Asus Polar об этом прекрасно знают. Не хуже меня, это точно. Рошан стоит. Рошана потихоньку пилят крипы. Фобос решил таким образом забрать Рошана. Нет, так Рошан не забирается. Здесь стоит Сентри. Сентри ни черта, ни палит. Сентри просто стоит и бесит. Но здесь стоит обсерв команды NIP. NIP. Нипы под Смаком решили зайти за спину. В принципе, здесь Бэтрайдер. Через 12 секунд будет у него Лассо. Можно свапнуть. Венга, я думаю, пожертвует собой. Заходят в бок. Нет, они заходят в спину. Они сверху увидят команду Asus Polar. В принципе, теперь они уже ее видят. Надо поставить Варт на хайграунд. Polar заходят туда, короче говоря, в Питер Крашану. Летит сюда. Лимп, Лимп дает ульту. Под Римскойлом 1С Мак. Фобос у нас умирает. Летит в Эру корабль. Корабль мимо Эры пролетел. Ну что, минус 2 уже от команды NIP. Минус 3 от команды NIP. Эра начинает скакать по всем, кого только видит. Кунка падает. Сларк погибает. Мак погибает. Фобос погибает. Рошан отходит к команде NIP. Плыли-плыли и на берегу утонули. Даззл отправляется на топ. Хоть что-то себе нафармить. Но это как минимум несправедливо. Так гонять NIP по всей карте. Выигрывать 10-4. И в итоге отдаться вчетвером на Рошане. Не знаю, честно ли вообще это. И можно ли как-то в доте это опровергнуть и написать протест. Короче говоря, Asus Polar 10-8 выигрывает. Но по деньгам, я думаю, ситуация изменится. По экспириенсу уже проигрывают. Они полторы тысячи. По золоту пока что немного, но лидирует. Здесь у нас бегает Сларк. Сларк врывается в соло в Эру. Надо драться. Почему нет? Можно войти в Shadow Dance. Входит в Shadow Dance. Погоня продолжается за Эрой. Эра отсюда пытается уйти каким-то образом. Эра теряет Аегис. Это только Аегис. Надо лучше бежать отсюда и бежать по-добру, по-здорову. Потому что Лилл без маны. Драться толком нечем. Аппарат ульту провязал в никуда. Так ему и надо. Аппарату, который ульту провязал в никуда. Счет на данный момент 10-8. Эрис били Аегис. 3 тысячи по экспириенсу выигрывает команда NIP. По голде 1 тысяча за Asus Polar. Бэтрайдер влетает у нас на магазин. Я думаю, он готов утаскивать кого-то через Firefly. Летит у нас Бэтрайдер. Пытается хоть кого-то найти. Пока что никого не видит Кунку. В принципе, заметил. Кунка видит у нас Бэтрайдера. И Бэтрайдер в свой лес улетает. Пусть улетает. Ульту провязал у нас Мак. Куда бежит Мак? Зачем он ее юзает? Пока незачем. Просто юзает и все. Это его дело. Что хочу, то творю. Найтсталкер уже имеет у нас поинт-бустер. У мага выход в ранний Аганим собирается. Никаких других артефактов. Никаких вангвардов. Тем временем у Виномансера появляется Аганим. Поверх рингов Аквилла. Фобос все-таки в ранний Аганим вышел. Тут уже можно будет и подраться. Игроки команды NIP под Смоком. И сейчас Сларк их увидит. Сларк их спалил. Сларк отсюда должен уходить. Но команда Asus Polar тоже, скорее всего, в расцепную лучше идти. Зацепили у нас Poison Touch'ем Бэтрайдера. Под Грейвом находится Лил. Лил отсюда уходит. Фобос ультанул и ультанул с Аганимом. Лим должен умирать. Лим, скорее всего, умирает. Здесь входит силкит на лоу хп. Где у нас Эра? Эра стоит, дерется с крипами. Пытается отдастся крипам. Никому он не отдается. Фобос делает даблкил. Вот вам и Аганим на, казалось бы, бесполезном Виномансере. Саппорт Виномансер. Сюда подошел. Какой там саппорт? Фобос забирает двоих в этом файте. 1400 у него на руках. Ринков Аквила. И эта ответка, реально серьезная ответка, как было на Рошане. Четверых забирает команда Asus Polar. Всего лишь одного Дазла теряет. И то, по-моему, он под фонтаном погиб, если я не ошибаюсь. Но этого мы уже никогда не узнаем. Asus Polar в полном составе живы. По денежкам ситуация уже приятнее. 5000 по голде. По экспириенсу тоже Polar выходят вперед. Ух. У Кунки по-прежнему ничего, кроме тапков, нет. Но это Арканбутцы. Это уже получше, чем обычный бомжовый носок. Сларк. Приобретает себе Ultimate Orb. У Иллидана готовится выход в Eye of Scud. Летит здесь ульта аппаратов. Кого? В крипов. Да хоть пять раз за игру. Врывается он в Эру, но он не знает Иллидана о том, что здесь есть лимб. Надо бежать отсюда Иллидану. Нечего вообще здесь сражаться и не с кем. Уходит он. Ловит Дримс Койл. И, ну, в принципе, есть чем сбросить. Есть чем сбросить. Пак дальше не пойдет. Дарк Пак там у нас с Ларк сбрасывает с себя все станы. Да и вообще все дерьмо, которое на него смог набросать. Пак и ушел. Немножко вредимым, но тем не менее живым. С Ларк опять уходит у нас в Shadow Blade. Из Shadow Blade в Shadow Dance постоянно. Ну, а как еще играть? Как вообще с этими шведами бороться? Они первую игру показали, что никто не собирается никому ничего просто так отдавать. Призовые здесь чокнуты, поэтому почему не сражаться из четырех мест призовых? Ну, там, больше призовых, конечно. Но четвертое место заняли у нас Power Rangers СНГ коллектив. Первое или второе у нас занимает Empire. Это уже стабильно топ-2 они. Вот. И третье или второе или первое 100% СНГ коллектив. Короче говоря, из четырех мест три СНГ команды. Надо, я думаю, отправлять шведов на уверенное третье и пульс со своей бронзой. Звонят мамам, говорят, что, мама, мы хорошо выступили. Ну что, забрали у нас еще Vengeful Spirit. 15-9 счет на данный момент. Shadow Blade свое дело делает. На сларке это более чем полезные артефакты. И это прекрасно знают все. И взрослые, и дети. Тем более, это лучше всех знает Иллидан, который на сларке откатал. Ой-ой-ой, сколько каток. Ну, надо начинать сносить Таура. И начать, я думаю, стоит с Таура на топе. Команде Asus Polar давным-давно пора заняться строениями. Потому что упала в миде вышка давным-давно и упала внизу. Но это даже не считается. Это Т1. У нас 21-ая минута. Хотя, может быть, команда Asus Polar ждет, пока выформит свои артефакты. Тот же Иллидан, тот же маг. Но маг не фармит, чтобы выформить свои артефакты. Маг кое-как фрагами пытается набить себе статистику. 38 на 1 крипстат на 21-ой минуте. Мы понимаем, что это не фарм совершенно. В это время у Фобоса 124. У Эры Иллидана 122. О каких вообще крипстатах 38 на 1 мы можем говорить. Ульта аппарата куда-то полетела. Скорее всего, никого не зацепит. Хотя, нет, зацепит она у нас Кунку. Но мимо Иллидана пролетает. Это уже плюс. У Кунки есть ТП. Надо отсюда уходить. Уходят Polar и сейвит свой Т1 внизу. Бэтрайдер здесь. Бэтрайдер готов подраться. Но я думаю, у него не по зубам будет эта драка. Так, куда у нас Мака направляется? Макс сейчас встретится с Эрой. И скорее всего, здесь и останется. Макс сразу троих на себя стягивает. Я не думаю, что это особенный байт. Макс здесь рассыпается в мгновение ока. Иллидан забирает у нас аппарата. Иллидан также ловит ульту от Пака. Иллидан также отправляется в таверну. Загуляли игроки команды Asus Polar. Не совсем понятно, зачем. Еще и Стрикеллидан отдал 404 голды, подарил Лимпу. Надо были ему эти деньги? Нет, они ему, конечно, были надо. Но надо ли это было нам, чтобы Лимп заработал на ровном месте 404 голды? Думаю, точно не надо. По Крипстату, по Нетворсу, что у нас? На место поставили Бэтрайдера. Моментально Фобос ультанул. И Даззл тоже под поездом тачем. Короче говоря, заплевали Бэтрайдера, чем могли. Всего Бэтрайдера затравились ног до головы. Он там был зеленый, прям как я, после своего выпускного школьного. Короче говоря, убили Бэтрайдера с горем пополам. И в этом уже видится какой-то плюс. 17 на 11 счет на данный момент. NIP по-прежнему в роли отстающих. Отстают они на 7500 и на 3 с копейками по экспириенсу. Это не может не радовать. Кто расскажет, что комментатор должен быть беспристрастным и ни за кого не должен топить, сразу улетает из чата. Это 100%. Поэтому топим за Asus Polar без каких-либо вообще возражений. Ну, тайные фанаты эры могут, конечно, по-тихому сидеть и болеть за эру. Так, давайте глянем, что по деньгам мы смотрели. Ну, посмотрим еще раз. Такой вот график глаза мне точно радует. Ну что? Что, что, что? Давайте глядеть, глядеть на старый манер, заговорил с людом. Честной люд, давай глядеть на артефакты заморские, которые есть у Бэтрайдера. Птицы несусветной. Так вот, у Бэтрайдера Блинк Даггер. Боженька послал, конечно же. У Бэтрайдера Блинк Даггер. У Бэтрайдера есть Staff of Wizardry. Есть уже практически собранный Force Staff. Что у нас у эры, помимо геля для волос. У него есть Яша, у него есть Доминатор. Есть Ring of Aquila и БКБ вместе с Power Threads. Есть дофигища, конечно, артефактов. У Веншфул Спирит Белт оф Джайант Стрэйдж. Есть Boots of Speed, Magic Wand. Ну и дальше в Варды у нас Силкит пошел. Фулл Саппорт, это понятно. У Эншент Опарэйшена Урн оф Шадоус. Есть Огр Клаб. Сентрики. Ну, короче говоря, тоже на бомже. У Лимпа, который так неприятно поступил в прошлом матче с Илли Даном. Там есть уже Блинк Даггер, есть Юл, есть Нул Талисман и Power Threads. Ну что, у нас опять Бэтрайдер пришел в лес погулять. Ну, пожалуйста. Садят на крест Бэтрайдера через Торрент. Бэтрайдер должен умирать здесь. Делает ТП Аут, уходит отсюда. Наверное, под Фонтаном умрет, да. В принципе, стены вроде бы помогают, но Бэтрайдеру ничего уже не помогло. Бэтрайдер улетает. У нас под Фонтан мертвый. Здесь у нас продолжается погоня за Лилом. Лила под Дримкойл подцепили. Есть Грейв. Надо делать ТП Аут. Не дают сделать ТП Аут. Поднимает Ветра сам себя Лил. Пытается пережить всю эту ерунду, но толком это не переживешь. Но все равно потеряли всего лишь двух саппортов, если Кунку можно назвать саппортом. А в это время Т2 у нас трещит по швам у команды НИП. И Лидан пошел за Паком. Пак драться с ним не хочет. Я бы тоже не дрался с Илиданом. А Лидан, в принципе, помнит, что сделал с ним в прошлом матче. Медовой персонаж команды НИП. А что он с ним сделал, я даже не хочу, в принципе, вспоминать. Знаю только, что после такого обязан жениться был он на Илидане. Но я не думаю, что на официальных сайтах появится что-то подобное в новостях. Поэтому Лимб должен явно заплатить за прошлую игру. Илидан уже нафармил себя на скаде. У него есть Шадоу Блейд. И я смотрю, он не собирается с половиной команды НИП уходить. В принципе, что уходить, ему и здесь комфортно. Можно по лесам ловить бэтрайдеров. Да и Эра, я думаю, в соло тоже будет огребать. Мне слабо. Надо выходить в Абисал Блейд. И как можно быстрее. 620 по голде у него есть на данный момент. Забирай, забирай. Это твоя руна, твоя руна. Забирай, я брать не буду. Илидан берет у нас хосту. В банку можно попытаться где-то кого-то ганкнуть. У Фобоса. Бейл оф дискорд. Еще и БКБ практически собранный сверху. 350 остается у Фобоса. Фобос феноменально. Формит просто как машина. Кунка. Аркан бутсы у мага. Что у мага есть аганим. Маг под римскойлом гуляет против лимпа. Пытается сражаться. Но я думаю, маг отсюда не уходит. Поднимает еще ветра у него лимп. Но здесь есть лил. Здесь есть лил. У него есть грейв. Есть подсейв в плане урны. Сам себя маг может подлечить. Ну, классно. Спасли мага. Уже хорошо. Маг у нас хилится. В принципе, урной, я думаю, полностью себя отхилит. И можно будет уже провязать ульту и попытаться подраться. Илидан не собирается отхилить от команды NIP. Он просто все время ходит рядом. Я не знаю, как... Так, ладно, не буду придумывать, как кто просто ходит все время рядом и ждет, когда кто-то отобьется от стада. Илидан... Волк. Верно подсказывает мне из экрана. Да, как волк, конечно. Как пес он ходит. Силкит у нас улетает. Илидан, конечно, злой. Это 100%. Я думаю, прошлый матч его действительно заставил много пересмотреть в своем отношении к сопернику. Илидан насилует по всей карте всех и вся. 6-4-1 у него счет, но он просто не дает покоя команде NIP. Здесь, в принципе, может и огрести. Под ультой аппарата надо бежать. Отсюда 2 секунды до инвиза. Сбрасывает с себя через Дарпакт все, что необходимо сбросить. И команда Асус Полар в полном составе здесь. Лимб застрял. Видят ли его команда Асус Полар? Не знаю, но они знают, что он где-то здесь. Лимб у нас через кусты уже уходит. Илидан вгрызается у нас в аппарата. Аппарата высвапывает. Силкит бросает ульту у нас в Илидана. Илидана увозят в лосо. Илидан, какой охренительный корабль у нас от Кунки. По всем попадает корабль. Два человека мертвы. А главное, что мертв Бэтрайдер и Винга, который может дать стан. Умирает у нас аппарат. Лимб у нас на соплях вообще уходит. Эра на лоу хп тоже уходит. Не дойдешь. Не дойдешь ты Эра до своего Таура. Эра у нас доходит до своего Таура. Отхиливается. Аппарат не дошел до Таура. Четверых убивает Фобос. Сейчас еще раз посмотрите на эту надпись. Фобос убирает, убивает четверых. Ультра килл. Это не ульта. Это просто капец. Короче говоря, Фобос на миде явно лучше Илидана. А Илидан злой явно лучше, чем добрый Илидан. Это 100%. Команда Асус Полар на 28-й минуте, на 29-й, сносит топ команды NIP. Никто не собирается вам финал лузеров просто так отдавать. Лил и Ведит у нас еще и Даггер. Все улило в порядке. Так, стан у нас полетел в лимпа. Лимпа здесь надо разбирать. Погоня за ним. У Фобоса ульта есть, но нет на нее маны. Нет маны у Фобоса на ульту. Сколько еще? 400 маны надо на эту ульту. Нахрен бы такая ульта нужна, Коман, была. Фобос у нас ловит Даггер. Погоня. От него силкит бросает ульту. Силкит рассыпается. Эра продолжает погоню за магом. Умирает у нас Фобос. На кресте у нас Бэтрайдер. Бэтрайдер отсюда уходит. Так, пошла погоня за Элиданом. Элидан, в принципе, может отхилиться и драться. Еще один корабль. Черт возьми, будь я другим комментатором, я столько о кораблях рассказал. Корабли просто распрекрасные у нас у команды Асус Полар. Лимп отсюда, скорее всего, сейчас уйдет. Нет, лимп отсюда никуда не уйдет. Поднимает себя в Юул и никто его отсюда не отпустит. Элидан привязывает его на месте. Кунка его с одного удара разбирает. Г, Г, В, П. Доигрались шведы. Ну, это избиение на Чудском озере 100%. Короче говоря, Асус Полар на 30-й минуте, даже на 31-й, невероятным вообще, невероятным каким-то порывом и напором разрывает на куски команду NIP. Соберется ли NIP по кускам? Сможет ли Эра собрать своих младших товарищей в кучу? И подраться в третьей катке мы увидим. Но очень что-то мне верится, что нет. Хотя, опять же, верится, потому что хочется в это верить. Еще раз напомню, это студия Игрокам ТВ. Мы, по-моему, одну из лютейших каток последней недели комментируем. И очень этому рад. У микрофона друг. Подключаемся на третий матч совсем скоро. Не переключайтесь, оставайтесь, задавайте, что хотите, делайте. Третий матч, если не будете смотреть, бан вообще навсегда в Твич. В Твич вы больше не зайдете. Всего доброго всем. Скоро увидимся через 2-3 минуты.